я приветствую алексея йовчева соло-гитаристы группы зверобой автора текста и музыки алексей здрасте приветствую валерий и всех телезрителей приветствую слушайте вы сегодня на расхват я смотрю то там в эфире то сям в эфире прямо вообще вообще есть мы сейчас с вами такой да мы сейчас вас такой блиц прямо до 10 проведем потом у нас будет небольшой перерыв а потом мы обстоятельно поговорим на наша встреча как обычно не случайно у группы зверобой вышел новый альбом но в общем и целом конечно вы как музыкант понимаете что достаточно странновато рассказывать вот знаете ребята у нас вот новый альбом вот вот он такой но либо можно пару-тройку слов сказать о нем а я покажу вот он такой вот он так выглядит принципе его дизайн дам сам за себя обо многом говорит дизайн придумал наш бас-гитарист дмитрий сосов впрочем как и обычно практически всегда он это делает и альбом получился знаете емким и таким очень разносторонним и интересным мне кажется это один из наших самых лучших альбомов в нем и хитов много прям вот практически там не знаю большая часть песен это хиты которые люди уже так сказать забрали себе народ так сказать взял их себе ну и те которые может быть не претендуют на там статус какого-то хита они все равно достаточно песни любопытные интересные и по звучанию и по вообще по многим параметрам алексей а скажите вот понимаете сразу ассоциативный ряд да то есть коллектив зверобой наши свои да топят за донбасс с 2014 года ну и в общем ассоциативный ряд что вы поете только про это это же не так не так конечно не только об этом да это важная тема может быть ключевая в нашем творчестве на данный такой данный момент правда это уже 10 лет но она не единственная это точно то есть находится место и песням о любви и романтики и лирики есть и духовные песни даже есть философские есть даже шуточные юморные есть и на злобу дня ну вот как вы сейчас транслируете фрагменты эта песня шанс на спасение она была посвящена вот этому скажем так году ковида и борьбе с ним то есть мы отражаем действительность и то что касается скажем всего нашего народа мы естественно пропускаем через себя мы тоже являемся частью народа мы не отделяем себя и те потрясения которые его затрагивают и негативные и позитивные в том числе мы отражаем своем творчестве алексей а вот допустим ну то есть ну музыкант понятно то есть это их ребенок да новый альбом песни дети то есть там совокупность альбом это такое прямо и только он вышел прямо такой тепленький на компактах где-то в сети в каких-то электронных устройствах собственно понятно да да что сложно будет сказать вот он сейчас на этот момент там самый любимый скажите пожалуйста но все-таки тем не менее для вас вот эта успешность вот этого альбома что вы вот парились не зря она вот какова что это должно быть миллиарды прослушиваний просмотров пение на улице под гитару людей в переходах я смотрю вы все знаете верно так и есть на самом деле важен конечно зрительский отклик для любого артиста это важно для нас может быть в каком-то смысле даже еще более важно потому что мы ощущаем какую-то такую миссию что ли ответственность за то что делаем и нам естественно важно донести это до целевой аудитории нет смысла писать это в стол грубо говоря и вы упоминали упомянули про подземный переход и пение там кстати тоже метко потому что когда твои песни поешь не только ты сам а поют простые люди в том числе в переходах и в видео ну вот это самая большая награда и такой самый такой очевидный маркер того что все не зря у группы зверобой вышел новый альбом не я не скрою я его послушал конечно же конечно же я его послушал для слушайте но там не половину но какое-то количество песен я конечно же знал ну и я вот смотрю даже по вот стриминговую сервису то есть мнение с народом совпадает понятно мега хит моя родина возвращается понятное дело трагическое мой мариуполь волонтерская и мне знаете что понравилось мне плане да еще понравилось такое прям мелодическое произведение отрадно что вы это отметили мы сами сейчас признаюсь так с удовольствием мы слушаем вот есть просто песни которые ну успели немножко поднадоесть понимаете да мы их там много-много играем на концертах ну и как бы приедается да ощущение от этого свежести уходит постепенно да а есть вот песни которые вот не успели надоесть мы их только только вот буквально там сочинили в студии записали буквально пару дней и вот они на бомбе вышли мы их сами слушаем примерно с теми же ощущениями что и вот все остальные слушатели и знаете да бывают местами до мурашек прям ну нравится свое творчество представляете это же счастье бывает ну тем более что не плод понимаете какого-то но творчество одного какого-то человека там моего или там дима или саша то коллективный это плод коллективного нашего труда и в данном случае во первых это если говорить про песню плани да это стихи елены заславской нашей любимой поэтессы это в общем уже соавтор группы у нас больше десятка песен и это ребята которые сыграли спели все это да то есть это такой коллективный результат и он действительно скажем так наверное приятно удивляет да вот необычностью звучание ну может быть неожиданностью некоторые вот потому что это полная акустика и так полностью акустические инструменты это лирика которую мы тоже умеем и любим исполнять ну и плюс мы выходим за рамки скажем такой ну плакатной прямолинейной патриотики которые от нас ожидают многие да что мы такие ребята ну кто нас может быть недавно для себя открыл они могут думать что мы вот ребята которые там только в лоб там такую патриотику и так далее но мы умеем и тоньше да и по-другому при том что в песне плане да вот что мне понравилось она с одной стороны такая философски лирическая с другой стороны там вот в припеве есть эта строчка да про дроны которые выбирают цель вот это и этого знаете меня примут кольнуло настолько это у лены получилась как то вот как-то не специально как всегда у нее и прямо точно вот в цель вот вот это нерв сегодняшнего дня и при этом как-то взгляд такой не будничный а такой вот действительно такой трехмерный то есть и ангелы амуры ангелы и дроны выбирают цель там такая строчка дает твое сердце точкой раскаленной светится как легкая мишень я вот когда на поэтическом вечере у лены здесь москве услышал это меня прям вот реально кольнуло это это и и отозвалось ну я так уже понимаю по отзывам во многих людях потому что это вот созвучно на сегодняшнему дню при этом глубоко многогранно и тонко короче себя вообще нас захвалил уже знаете владе да 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 это хорошо кто похвалит меня как было советском мультфильме этот получит хорошую вкусную конфетку владимир дашкевич владимир дашкевич композитор который сочинил шерлок холмсу музыку но и к другим конечно не менее прекрасным художественным фильмом и там песням он говорил что самое главное в песне это запоминаемость но то есть если она запомнилась то есть это вот мотивчик который кольнул самое сердце все остальное мы сможем с вами тут эти писать диссертации по поводу музыки если этого нету то в принципе собственные нету но вот произведение которые вы представили на этом альбоме здесь такие песни присутствуют да спасибо но с дашкевичем наверно можно согласиться с оговоркой что бывает мелодия запоминающийся и привязчивая и совершенно какая то может быть дурацкая и от которой не знаешь как избавиться это тоже такое бывает но в чем он прав в том что даже если удалось создать какое-то там полотно ну более достойное изощренное и так далее все таки важно есть в нем вот эта составляющая она вообще ложится как-то на слух на восприятие или нет я вот кстати тоже так оцениваю музыку ну там стороннюю скажем бывает слушаешь это может быть не обязательно примитивно это может быть наоборот очень изощренная музыка это может быть какой-то джаз рок там какой-то заумный там и так далее я для себя чай если я вот прослушал не в одно ухо влетела в другое вылетела и не осталось вообще ничего а так бывает нередко ну я для себя ставлю такую галочку минус то есть да а бывают вот какие-то песни или там просто музыкальные произведения которые действительно в тебя западают и ты может быть не все целиком там запомнил но какую-то одну там музыкальную фразу реплику может быть припев и ты прям ищешь судорожно хочешь найти еще раз вот целиком это еще раз услышать и как то есть что-то в тебе остается после прослушивания и мне кажется это действительно ценно и мы тоже вообще-то так свои песни ну стараемся чтобы они были наделены этим свойством переходя немножко другой теме но тем не менее мы всегда с вами разговариваем так но пап то что называется пошире про музыку вот сейчас неравнодушные граждане насколько я вижу как-то так получается ну кто-то специально кто-то не специально наблюдают за релакантами которые совершают камбэк да прекрасные русские слова релаканты и камбэк которые возвращаются сюда то есть на в двадцать втором году они были все заклеены в черных квадратиках говорили все различные слова потом уехали потом у них денежные знаки закончились там они никому не нужны и возвращают сюда и пытаются потихонечку давать концерты и зарабатывать неравнодушные граждане к некоторых называют их всякими непотребными словами другие поддерживают ну и перекрывает здесь кислород да вот этим возвратившимся и ничего не сказавшим вы как относитесь собственно вот к этому всему понимаете проблема не в том что они возвращаются если они граждане они формально имеют право вернуться но если они там не совершали каких-то преступлений там но если совершали буду возвращаются с ними будут разбираться но в массе свои проблемы не в том что они возвращаются в том что они возвращаются триумфально вот это вот эта проблема там скажем вот мне сегодня жена рассказывала она ехала там в районе сколково и видела такую рекламу светящиеся красные буквы каждая буква размером на метров полтора артур пирожков то есть рева да под псевдонимом артур пирожков он не просто вернулся возвращается блин триумфально и тот же ваня орган который он же не просто при сюда как какой-то там не знаю безработный он он же зайдет на первый канал понимаете и он там не просто какой-то там вел какую-то рубрику выходящую раз в месяц он на телеканале царил просто как и тот же максим галкин например тут уже вряд ли вернется на него по моему уголовное дело а вот оттенок его уголовного дела нет и на агенты не только но и на агенту ничего не мешает вернуться абсолютно он может также вернуться там на него ничего это не накладывает никаких ограничений особо вот просто плохо то что они будут пытаться и в ряде случаев наверное им это будет удаваться к сожалению увы возвращаться на прежние позиции и вот это плохо так то приехали себе пусть тихо живут как бы это личное дело но вот допускать того чтобы наша медиа сфера и там сфера шоу-бизнеса культуры скажем так снова возвращалась под управление вот этих людей в прежнее состояние вот этого допускать нельзя и едем должны заниматься не только нам простые люди снизу у них мало есть для этого рычагов этим должен заниматься высоких кабинетах министерства культуры и пусть не говорят что у них там полномочий не хватает и так далее есть у них определенные полномочия было бы желание и да наверное настал тот момент когда нужно кого-то ограничить от эфиров а кому-то наоборот предоставить неужели там нет людей которые не могут разобраться и отличить я думаю справятся опять же было бы желание и понимание общей цели и задачи которые стоят сейчас вообще перед нашей страной перед нашим народом если это понимание есть то человек за 15 минут разберется кому надо давать эфир на кому не надо ну знаете но еще одна была история но сейчас вот насколько я понимаю за на заканчивается когда хотя в русском народе есть такая история повинную голову и меч не сечет то есть были люди которые ездили в донецк да или там в общем и целом на донбасс и вот он или она съездили отметились ну и собственно дальше продолжаем жить понятно что там сказали что донецк это не и донбасс это не прачечная на чтобы отстирывать репутацию ну такие вещи собственно и прекратились но тем не менее трудно людей которые хотят вернуться чтобы представляете то есть человек вышел белинский блин я был неправ я вот реально осознал это не вот что-то слабо верится в эту латынь что кто-то выйдет так и скажет это нужно что-то иметь какой-то стержень внутри и полное осознание действительно происходящих да я в целом с вами согласен ну если ну такое чудо случится но мы люди открыты как говорится благосклонно но посмотрим и может быть и найдутся какие-то ну праведники так громко назовем но люди которые искренне осознали свою ошибку и то что там были не на том пути а сейчас я думаю есть такие случаи они просто вряд ли могут быть массовыми но но могут быть я допускаю но важнее все таки именно тенденции которые носят массовый характер то есть не единичные какие-то эксцессы понимаете они в мало влияют на общую ситуацию важна вот такая как сказать масштабная вот задача и как вот реально скажем наш народ наше общество наша культура представители культуры проходят этот путь в целом вот не то что один какой-то там человечек один из там в двух тысяч вот он там перековался но это хорошо молодец но нам надо вот вообще чтобы все эти 2000 чтобы чтобы 100 московских театров наконец очнулись понимаете и заметили что там что-то происходит вообще так так то вот вот это важно а это не случится понимаете ну само по себе похоже то есть этим надо заниматься есть у нас профильные ведомства и есть в принципе и какие-то подвижки я не скажу что прям вообще ну там все плохо а то наверное такое может сложиться впечатление что только критикую на самом деле если в администрации президента есть умные грамотные тонкие люди да очень такие я вам скажу непростые люди которые понимают всю эту многосложность и немало делают на самом деле кое-какие подвижки есть другое дело что администрация президента понимаете это не совсем та как бы контора которая казалось бы должна именно этим заниматься но ей приходится просто я так понимаю что просто приходится заниматься еще и этим не но тут тут я пропонирую вам вообще ну понятно там государство и все остальное но вы знаете здесь палка двух концах как у колбасы дело в том что сорвутся как с цепи да если это будет какой-нибудь госзаказ и не дай бог какая-то денежка потечет да то есть это начнется на потребу что-то вот писание уже сейчас условно там каких-то патриотических музыкантов как вы сказали ну там вот можно пересчитать вот так которые искренне пишут да то есть у которых болит там сердце и они уже давно не ну то что называется грубо не за бабки да а если это как в кино сейчас все как с цепи сорвались начали снимать условно патриотическое кино из серии без слез не взглянешь да если это пойдет это просто но обессмыслит тогда все ну все-таки должно родиться где-то внутри в этом тоже правы этот процесс он не просто будет он уже происходит он уже есть потому что выделяются гранты государственные какие-то средства бюджеты на патриотические различные там программы мероприятия там и так далее но такого культурного толка и туда потянулись конечно разные люди разные том числе некоторые которые там еще два года назад чуть ли не украинским флагом размахивали и во всяком случае гастролировали по украине то есть восемь лет драма донбасса вот было там у нас тут почти скажем так все патриотическое сообщество под санкциями в черных списках тогда люди ездят там у них в гастролях харьков киев там запорожье николаев одесса все нормально а сейчас они на красной площади выступают даже и такое бывает и это конечно с этим надо что-то делать этим придется разбираться конечно важно чтобы это не превратилось в казенщину это безусловно но для этого надо воспитать все общество грубо говоря вот эти вот артисты они не возьмутся такие хорошие правильные такие вот просто из воздуха все-таки они должны из какой-то почвы из какой-то среды возникать а у нас вот эти 30 лет без времени они к сожалению вот породили некий такой вакуум и даже если сейчас есть патриотические ну или как скажем не потому что патриотические а просто нормальные люди нормальные артисты которые не то что они нам с флагом бегают каждый день там нет просто делают что-то качественно талантливое делают и делают это хотя бы не во вред родине да не во вред хорошо если во благо ну или просто ради искусства но делают это талантливое качество таких людей ну немного скажу честно их вот ну прям единицы потому что так вот был сформирован наш шоу-бизнес он там на всех вот этих летворных проявлениях зиждился и собственно такая плеяда то есть артисты вроде есть а толку нету то есть артисты есть а искусство нет и нет какого-то ну вот то есть мне такое ощущение что даже народ разуверился вообще вот в важности искусство нот на какой-то момент и это апатия она передалась мне кажется и высокие кабинеты на каком-то этапе и культура отошла не даже не на второй план она двадцать второй а сейчас приходит понимание того что вообще-то все наоборот потому что во первых приходится проиграв войну за умы приходится потом воевать железом на поле боя во вторых даже если ты воюешь железом на поле боя и побеждаешь там своими танками пушками и самолетами ты потом можешь вернуться сюда страну победившую но твоя молодежь твоя же молодежь не оценит эту победу не разделит ее с тобой и вообще будет думать как твой враг если тут молодежь воспитали наши враги понимаете это не просто обесценит это ликвидирует эту победу и достижение будет все зря если проиграть в культуре если эти дети если это молодежь будет воспитана американскими фильмами американской музыкой рэпом всеми американскими вот этими посылами нарративами смыслами вот этим вот этой вот как бы ценностной всей спиралью то потом вернувшись оттуда с фронтов сфо сняв себя черный закопченный этот танко шлем ты можешь увидеть что ты оказался не на родине просто практически в стане врагов и из будущее поколение молодежь она тебя не понимает она вообще настроена против тебя поэтому пока наши ребята там воюют в танко шлемах наша задача здесь здесь в россии побеждать на культурных фронтах и очевидно это не будет такой легкой простой задачи но это очень важно потому что иначе может случиться так как я описал и кстати как вы описываете ли они вы один так говорите и предупреждаете иду за что вам большое человеческое спасибо ну в принципе вы на фронте пишите песни мы по мере сил пытаемся это освещать и в принципе все-таки мы живем в мире людей даже в нашей стране и чем больше людей будет мыслить точно так же тем будет лучше спасибо большое алексей йовчев соло-гитарист рок-группы зверобой автор музыки и текста был у нас в эфире но и собственно если есть желание послушайте альбом коллектива зверобой новый есть что там послушать